Сейчас мы ездили по делам на велосипедах, а Юра страшно любит меня снимать вообще, хотя я всегда категорически против того, чтобы он меня снимал. И я хочу что рассказать, я купила продукты для того, чтобы готовить скумбрию. Скумбрию в пивном кляре. Я купила пиво, две рыбины, навряд ли я их две приготовлю, потому что они очень большие, почти килограмм две рыбки, но они были с головами, не потрошенные. И замерзшие, там воды, наверное, грамм 200. Купила сметану для соуса. И теперь мы отправляемся домой. Нужно разморозить рыбку, приготовиться и снимать видео. На водичке хребни. Уже чувствуется, пить хочет. Рожь, мне оставь. На меня сними. Жалко человеку. Жалко мне. Испортил всю мою бутылку, которую мне доча подарила под цвет сумочки. Униканская. Сейчас будем готовить, увидите. Дорогие друзья, здравствуйте. Подписчики и гости нашего канала. Ну, все, кто нас смотрит. Сегодня я опять, опять или снова, в очередной раз готовлю скумбрию в пивном кляре. Я не стала вас мучить, как я ее тут вычищаю и косточки убираю. Короче, это у меня филе без шкурки, все уже готово. Сейчас я буду делать кляр. Значит, высыпаю муку, один стаканчик. И, по вашему желанию, вы добавляете сами, какие вы любите приправки. Ингредиенты. Вот я даже вам не говорю, что тут у меня. Ну, вы вот сами можете там карри, всякие для рыбы приправки, тимьянчики кто-то любит. Тимьян, не тимьянчик, перцы черные, белые. А я вот то, что сама люблю, то и буду насыпать. А у меня это черный перец молотый, смесь перцев, потом карри с еще какой-то травкой. Чесночок и все. Сейчас еще самый главный ингредиент я добавлю. Это всеми любимая наша соль. Соли я тоже добавлю по вкусу. Это все я промешаю с сухим. И самый главный ингредиент. Это пиво. Только чтобы, главное, соль теперь уже пила. Ну, соль это без нее никуда. Но еще и пивасик. Это вместо воды, да? Я даже пиво не умею разливать, собственно говоря. Не обучиваю. У меня одна пена. Мы как-то не привыкшие к пиву. Ну, короче, стаканчик пива надо. Вот, реакция пошла булькой. У нас будет воздушный, как это, клярк, да? Воздушный клярк. Пивной. Теперь еще, конечно же, нам нужно будет масло для жарки. Так, это я сейчас ложкой. А теперь мы сюда выливаем белки. У кого-то, может, приспособились. У меня, кстати, тоже было где-то отделять желтки от белков. Но я люблю все простое. Ложка, поварешка. Чтобы не мудрствовать. Опачки, два желтка в нашем кляре. Так, сейчас я буду взбивать белки. Взбиваем это блендером. У меня уже куда-то было. До устойчивых пиков. Эту рыбку я ее тут намывала, начищала. И какая-то она с ним, жир повыделялся, да вода. Мне надо ее промокнуть, чтобы она сухенькая была. Рыбу можно брать совершенно любую. Раньше я, конечно, это с горбуши любила. Так, какая разница, какая рыба. Можно и ментарь. Мне тоже нравится. А чебака может? Ну, давай, вытаскивай у него косточки и вперед. Так, рыбка у меня пока там лежит. А я, значит, в это время, значит, кладу белочки. Так, аккуратненько. И в одном направлении. Это, чтобы у меня понежнее было. Можно не заморачиваться. Все в одном спинке. Теперь я готовлю рыбку. Режу ее на порционные кусочки. Примерно, однако, по 2 сантиметра. Тоже, кстати, совершенно не принципиально, как вы ее порежете. Хоть целиком. Наливаю маслице. Я буду жарить это в сковороде. У меня нет сотейника или там маленького. Фритюрницы. Фритюрницы тоже нет. А это должно жариться, как во фритюре. Поэтому я буду жарить на масле. Вот так, в сковородке. Все ингредиенты готовы. Осталось только начинать опускать их. О, вот так вот. Вот так будем опускать в клярт рыбку. Я взяла палочку для удобства. Это для этого палочка какого? Суши, нет? И типа для сушелчка. Это шашлык. И масло. И масло еще не прогрелось. Да, где-то уже кипит. Хорошо, окей. Джайрайт, надо говорить. Видите, как все быстро. Как я люблю. Пирожки получились со скумбрией. Тестечко и скумбрия. Смотрел, смотрел рецепт по телевизору. Короче, картошка жареная получилась. Так и ну тут скумбрию, все. В итоге картошка жареная. Пирожки с картошкой. Вот вообще вот картошки тут близко нет. А у нас получилось. Главное, пирожки с рыбой. Но где тут картошка-то? Вот как скажешь что-нибудь. Вообще уместно. Как вкусно пахнет. А мне все вкусно. Люблю повеселиться, особенно пожрать. Ой, ребята, вообще обалденное блюдо. Смотрите, уже вот зажарилось. Блин, плюнки текут. Берешь и переворачиваешь. Не палочка, а чудо, да? Все, мы притихли. Смотрим, как это готовится. Процесс, завораживающий процесс. Не предвкушаем это событие. Ох, я люблю рыбу в кляре. Берешь и ешь, не как пик тебе косточек, ничего. Ну, короче, нажарим, включить. Так, последняя партия догоривает. А кляра-то осталась многовато. Многовато. Это было у меня две рыбки всего. Ну, почти в замороженном виде, надо сказать. У меня вышло это 930 грамм. То есть, из килограмма рыбы у нас получается примерно вот горка. Еще вот отсюда сейчас добавить. Если бы это был килограмм очищенной, такой вот, как я, уже филированной рыбы, то здесь бы получилось гораздо больше. А так как я ее купила, еще головы отрезала, выпотрошила, то, естественно, тут намного меньше. Поэтому у меня кляр-то и не ушел. А у меня ментай есть. Я могу еще ментай зажать. Это вот эта сильная поджарка последняя пошла. Мало масла, наверное, осталось. Да нет, я дольше держу. Я хочу сказать. Все, готово. Вот сколько я времени затратила. Самое долгое время, ну, на что нужно тратить, это вот на чистку рыбы. Кости убирать, да? Да, косточки сидеть, вытаскивать. А остальное все очень быстро. Сметанный соус приготовлю. Вот, нам хватит такие вот две полные чайные ложки сметаны. Крючек черненький молотый. Так, сюда посыплю. От души. Что я еще? Так, чесночочек посыплю. И пучочек укропа взяла. Он у меня не свежий сорван, я его хотела посушить, положила, вот он сохнет. Я ее так посыплю. Можно, кто что любит, нужно петрушечку сюда. Ну, нам хватит вот так вот. Ммм, укропчиком запахло. Так, все, можно пробовать. Блюдо наше готово. Прям обалдейнейшее блюдо. Так, пробую. Берете и макаете. Кляр. Ммм, ну просто божественно. Вот не поверите. Все в норму. И соль, и перец. Ну, прям язык проглотишь. Глаз алмаз. Что я хочу сказать? Дорогие наши подписчики, друзья. Поддержите наш канал своими лайками, комментариями. Делитесь с друзьями. Да. Если вы это сделаете, вы очень-очень нам поможете развить наш канал. Мы будем больше снимать видео. И мы будем вам очень благодарны. А на этом я прощаюсь с вами. Так как у меня уже слюна течет. Я буду поглощать эту скунгрую в кляре. Всем пока-пока. До встречи. Пока-пока. После словия, хотел нам вам сказать, что кляр, знаете, какой нежный и хрустящий? Чувствуете, как он хрустит? Это все из-за пива. Ну, не знаю какого. Очень обалденный. Продолжение следует... Да, правда, скушение. Продолжение следует...